Часы две. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рад приветствовать вас в петербургской гостиной за кулисами в рей. Вы догадываетесь, зачем он собрал нас здесь? Он, хозяин этого дома, граф Николай Петрович Румянцев. Я бы мог с честью и гордостью перечислить все его титулы и регалии, но боюсь, когда я закончу, в Петербурге прикажут развести мосты. Всю свою славную жизнь граф Румянцев посвятил служению России и родному Санкт-Петербургу. Государственный деятель, дипломат. В Европе его называли «голоза и уши и зеленые религи». Самой большой страстью графа Румянцева было коллекционирование и поощрение искусства. Наверняка самые внимательные из вас, входя в это здание, заметили надпись на фронторе, которая гласит «От государственного канцлера графа Румянцева на благое просвещение». Да, граф Румянцев оставил этот особняк со всеми коллекциями государства. Так у нас в городе появился первый частный музей. К сожалению, спустя 30 лет все коллекции были перевезены в Москву, в знаменитый дом Пашкова. Но! И вот тут мы с вами переходим к самому главному. Нам удалось сохранить для вас самый главный экспонат этой коллекции – живую книгу времени. Судите сами, граф никогда с ней не расставался. И мы сохранили для вас этот уникальный исторический вариант. Вот она. Стоит открыть эту книгу на любой странице, и история живет. Но главная тайна этой книги не в этом. Не пройдет и получаса, как мы с вами откроем ее. А пока давайте начнем с самого начала. Совсем забыл. Как и все тайное, эта книга имеет свой уникальный код доступа. Кто из вас скажет мне, сколько сейчас лет в Санкт-Петербург? 314. Проверим. 314. 314. 414. 515. 417. 517. 517. 919. 1019. 919. 1119. Волк стоял он, дум великих полок, И вдаль ведет, пред ним широко река не слазил, Без речом по ней стремился одиноко, Акшистой топким берегам Чернели избы тут и там, В приюту Бога Рочухонца, И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, Вокруг шумел, и думал он, Отсель грозить мы будем шведам, Здесь будет город заважен. Люблю тебя, Петра Творений, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых, ночи прозрачный сын, Блеск без луны. Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясно спящие громады Пустынных улиц, И светла Адмиралтейская игла, И не пуская тьму Ночную на золотые небеса, Одна заря сменить другую, Спешит, Дав ночи Полчаса. Сегодня, Когдащина того дня, Когда я впервые увидел, Этот день Моей жизни Чем более я думаю, Тем сильнее убеждаюсь в том, Что мое существование Не может быть отделено от ваших. Я рожден, чтобы любить вас, И следовать за вами. Все другие мои заботы, Сплошное безумие И заблуждение. Вдали от вас Меня Неотступно преследуют Сожаления и счастья, Которым я не успел насладиться. Однако, Скоро мне придется бросить все И пасть к вашим ногам. Немножеством картин Старинных мастеров Украсить я всегда желал Свою обитель, Чтоб суеверно Индивился посетитель, Внимая важному Суждению знатоков. В тот день он встал рано, Восемь часов. После чая много писал, Часу до один, По комнате ходил Необыкновенно весело Отпел песни. Потом В окно увидел Донзаса. В дверях встретил радостно. Зашли в кабинет, Запер дверь. Через несколько минут Послал за пистолетами. После отъезда Донзаса Стал одеваться. Вогнёмся с твоим, да? Почему ты не переворачиваешь Последнюю страницу? Это невозможно. Почему? Потому что она ещё не написала. Дело в том, что Первые страницы этой книги Писались в Петровской мечтой. А сейчас Историю пишем мы с вами Каждый день и каждый час Своей любовью К этому великому И прекрасному году. И гайду